Награды для воспитателей в честь Дня работников дошкольного образования тагильские педагоги получили благодарственные письма из рук главы города Владислава Пинаева. Все на благоустройство территории сотрудники Нижнетагильского цирка приняли участие в озеленении улицы Победы, а воспитанники и педагоги 28 тагильских образовательных учреждений провели два субботника. Экспозиции в память о педагоге Вере Шик в Дзержинском дворце творчества открылась выставка из коллекции музея игрушки-самоделки «Чебурашка». На Уралвагонзаводе поддержали регионы, где состоялись референдумы по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации. По итогам голосования большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей ответили на него положительно. Работники и ветераны предприятия собрались на площади перед центральной проходной. Историческим решением назвали в своих выступлениях сделанный выбор председатель профсоюзной организации Уралвагонзавода Евгений Лутохин, председатель Совета ветеранов Георгий Бедрик, представитель молодежной организации Вячеслав Любашкин. Явка на референдумах, которые прошли с 23 по 27 сентября, составила не менее 87%. За вхождение в состав России проголосовали 87% избирателей Херсонской области, 93% избирателей Запорожской области, 98,5% Луганской народной республики, более 99% Донецкой народной республики. День работников дошкольного образования отмечался в России накануне, а сегодня тагильские педагоги, работающие с малышами, получили награды. Их в музей-усадьбе «Демидовская дача» вручил мэр Владислав Пинаев. В городе почти 2500 тех, кто посвятил себя работе с маленькими тагильчанами, воспитатели, методисты, музыкальные работники, логопеды. Лучшим работникам дошкольного образования, почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства просвещения России и главы Нижнего Тагила за добросовестный труд и вклад в воспитание подрастающего поколения. Вы знаете, когда я была только воспитателем, я вообще хотела, чтобы дети мои всегда улыбались, мои воспитанники, чтобы они были счастливы, чтобы они играли, чтобы они радовались этой жизни. А сейчас, как старший методист, я хочу, чтобы педагоги также любили детей, чтобы педагоги также дорожили детьми, а дети бежали в наши детские сады с большими, огромными глазами счастья и радости. Именно ваша заслуга заключается и работа заключается в том, чтобы с самого маленького, с самого юного возраста детей вселять какие-то добрые традиции, вселять уважение к старшим, вселять уважение к сделанному. Удачи вам, удачи в воспитании юного поколения, но самое главное – всем здоровьем. Кроме того, вручились сертификаты на получение денежных премий. Эти награды для победителей городских конкурсов «Воспитатель года-2022» и «Психолог года-2022». Также подарком к профессиональному празднику стали творческие номера от коллективов главного детского дворца Нижнего Тагила. Сотрудники Нижнетагильского цирка сегодня не показывают представления. Вооружившись лопатами, участвуют в «Добром деле» в проекте «Лес Победы». В рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» планируется регулярное ежегодное озеленение по всей стране, в том числе и в Нижнем Тагиле. Сегодня мы приняли участие, поддержали экологический патриотический проект «Лес Победы». Также в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» приняли участие в этой акции по инициативе Росгосцирка весь коллектив Нижнетагильского цирка, администрация города, администрация Тагилстроевского района и артисты программы «Империя Львиц», которые сейчас гастролируют у нас. Как и в цирке, так и в нашей стране очень главное – это преемственность поколения. Нашему самому младшему участнику 5 лет, а старшему 75. И мы все вместе занимаемся, я считаю, нужным делом. Не только для города, но и для страны. Артисты цирка, они радуют зрителей, но мы должны еще приносить какую-то пользу и городу, и стране. Сегодня на территории нашего района замечательное мероприятие происходит. Мы с большим удовольствием принимаем участие в этом мероприятии. Аллея у нас по улице Победы. Пришли помочь поучаствовать в улучшении экологии нашего города. Приятно посмотреть очень много молодых людей из сотрудников цирка. Всегда приятно в подобных акциях, мероприятиях предложить, что называется, свое участие, свою руку. Сегодня у нас проходит прекрасная акция. Мы совместно с нашим Росгосцирком принимаем участие в посадках кустарников на территории нашего города. Мы рады, что такие акции у нас присутствуют в нашем городе, что мы можем принять в них участие. И очень надеемся, что это не последняя акция. У нас будут такие мероприятия. Цель акции объединить все слои населения ради сохранения природы и сохранить экологию планеты. Всего на субботнике «Зеленая Россия» в Нижнем Тагиле на улице Победы было высажено 36 саженцев-боярышников. Более 200 человек приняли участие в экологической акции, которую организовала городская станция юных натуралистов. Это воспитанники и педагоги 28 образовательных учреждений Нижнего Тагила, а также присоединившиеся к ним родители школьников. Проведено два субботника. Один на горе Голый Камень, другой на Липовой. Собрано 89 мешков мусора. Около трети отправлено на переработку. Это пластик, железо, стекло, резина. Остальное будет утилизироваться. Организаторы приготовили для участников экологической акции кашу с тушенкой и чай. Два пассажирских автобуса столкнулись на проспекте Мира. Произошло это накануне вечером. Сейчас идет расследование дорожного ЧП. Водитель автобуса ПАЗ, следуя по маршруту номер 25 ГГМ Тагилстрой-Смычка, при повороте в сторону улицы Новостроя врезался в другой пазик. В первом автобусе пассажиров не было. Автобус ехал на ремонт. Второй автобус следовал по 25 маршруту. По предвиденным данным перевозил около 20 пассажиров. Два пассажира автобуса. Женщины с 30-го года рождения, с 50-го года рождения, получили травму различной степени тяжести. 84-летняя пострадавшая женщина находится в первой городской больнице. Второй потерпевшей, 72-летней тагильчанке, госпитализация не потребовалась. Свидов в алкоголе в крови водителей нет, сообщают в полиции. Оба были трезвым. У водителя пазика, устроившего столкновение, 10 лет стажа вождения. За нарушение правил дорожного движения привлекался 12 раз. Из них в этом году 7. Благодаря ей появился первый в стране музей игрушки-самоделки «Чебурашка». Сейчас он насчитывает свыше тысячи экспонатов. В честь талантливой мастерицы и создательницы музея Веры Павловны Шик открылась выставка игрушек в Дзержинском дворце творчества. Педагогическую гостиную дворца детского творчества «Новогонки» на время заняли представители разных народов, пару десятков матриошек, тут же животные, самые разные. Это передвижная выставка из коллекции музея мягкой игрушки «Чебурашка» легендарного музея. Открыли его в 1975-м, и подобных в стране не было. Более 30 лет руководила музеем Вера Павловна Шик. Она была и идейным вдохновителем создания этого музея, и возглавляла кружок «Искусница», где мастерили экспонаты. Вера Павловна научила шить тысячи девчонок, Елена Чугунова в их числе. Вот этот детский коврик-игрушку она шила в 12 лет. Я пришла в Дом пионеров в 1976 году, будучи первоклассницей, и записалась в коллектив танцевальный. А мои одноклассницы записались в коллектив мягкой игрушки. И они меня пригласили. Пойдем посмотрим, и ты увидишь такие игрушки, которые тебе даже и не снились. И вот я попала в этот музей первый раз. И я сказала для себя, что вот мне надо, мне надо быть здесь. Вера Павловна в первую очередь научила нас добру. Добру и позитивному отношению к жизни. Она учила нас не только шить, она учила нас жить. Сейчас Елена Чугунова, замдиректора дворца, работает уже более 30 лет, 10 из которых возглавляла кружок мягкой игрушки, продолжая дело своего наставника. Уже со своими ученицами создала вот эту коллекцию по мотивам гжельской росписи – хохламы. Вообще же в музее Чебурашка более тысячи экспонатов. Например, коллекция плоскостных кукол «Дружба народов» родилась к 50-летию со дня образования СССР. Экспонировалась на выставке достижений народного хозяйства в Москве. Более 70 учениц Веры Шик награждены медалью «Юный участник ВДНХ». В наших коллекциях собраны игрушки, которые побывали на международных выставках в Бельгии, в Нидерландах, в Западном Берлине, на днях еще тогда Советского Союза. Это было с 1974 по 1976 год. Здесь представлены уникальные экспонаты, матрешки, которые как раз-таки в составе вот этих коллекций и побывали на различных выставках за рубежом, где им аплодировали вся Европа. А созданы они лишь с помощью иголки и ниток. Бывало трудно достать материалы, помогали друзьям, трикотажная фабрика, фабрика одежды из Екатеринбурга. Вера Павловна сама создавала эскизы, что-то подсматривала в журналах. А еще она ветеран педагогического труда, дважды отличник народного образования, воспитавшая более 300 профессиональных мастериц. Конечно, память о такой великой мастерице хранят во Дворце Творчества. В 2011-м на фасаде появилась мемориальная доска памяти Веры Шик. К сожалению, вот именно кружок «Мягкая игрушка» сейчас не функционирует, не работает, потому что ребятам сейчас это не так интересно, не так актуально. Раньше, когда игрушек было мало и хотелось вот что-то такое мягкое, уютное, плюшевое, ребята сами шили какие-то игрушки. Нужно признать, что многое хранится сейчас в запасниках, поэтому мы ежегодно обновляем и выставляем новые экспозиции. Новая выставка откроется к 1 июня, ко дню рождения музея Чебурашка. Молодожены из Нижнего Тагила приняли участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы». Съемки проходили на трамплином комплексе «Айс» 13 мая. Как попали на проект и стали ли победителями, ответ знает наш корреспондент Олеся Культикова. Свадьба под прицелом камер. Каково это? Тагильчане Кристина и Михаил Хоботовы испытали на себе все прелести торжества на глазах у всей страны в проекте «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Весной этого года пара отправила заявку на участие в шоу и никак не ожидала того, что она будет рассмотрена. Мы попали на проект, ну не сказать, что случайно, я написала заявку, муж меня поддержал, ну и потом через месяц-полтора нам приходит вот такое письмецо, что давайте попробуем, пишите визитку и все. С этого все и началось. К тому моменту мы в принципе уже забыли, что мы должны там участвовать. Так что было все призом даже в какой-то степени, что мы куда-то попали. В каждом выпуске по правилам шоу четыре невесты из разных городов приходят на торжества друг к другу и оценивают их по основным критериям. Свадебное платье, образ жениха, банкетное меню и оформление зала. Невеста, набравшая наибольшее количество баллов от других участниц, получает денежный приз на свадебное путешествие. Мне 25 лет, я работаю в детской спортивной школе Олимпийского резерва АЭСТ тренером по прыжкам на лыжах с трамплина. Главная задача каждой невесты – устроить самое необычное торжество, превзойдя соперниц. Кристине пришла в голову идея отпраздновать свадьбу на площадке трамплинного комплекса АЭСТ, где она работает тренером по прыжкам на лыжах с трамплина. Коллеги, к слову, не только с удовольствием пошли навстречу паре в помощи организации свадьбы, но и активно болели за них. Знаете, каждый пошел на проект ради какой-то своей цели. У меня была цель позади меня – показать трамплины, в массу влить, показать родителям, что это не страшно, что ну отдавайте своих детям, мы их будем тренировать. История знакомства будущих супругов началась с общения в соцсети и робких шагов Михаила. Пара вместе уже два года. В свободное от работы время молодые люди приводят в порядок загородный участок. По словам молодоженов, если бы не проект, их свадьба была бы тихой и скромной. Ребята не стремились к огласке, хотя и были рады участию. Проект дал возможность посмотреть страну. Ярославль, в Казани я была, Ростов-на-Дону. То есть путешествия – это все равно интересно. Да и опыт вот этот вот сниматься, то есть это тяжело, но это захватывающе в какой-то степени. Свадьба Кристины и Михаила прошла 13 мая на площадке трамплинного комплекса «АЭС» в классическом стиле с бюджетом 150 тысяч рублей. По итогам суммы оценок других участниц пара набрала 70 баллов и заняла второе место. Презентация проекта Центра развития туризма Нижнего Тагила «Виртуальные мастерские народных художественных промыслов» стала одним из событий Третьего Всероссийского съезда туристско-информационных организаций. Мероприятие, на котором обсуждались актуальные вопросы туристической отрасли, перспективы ее развития и проходил обмен опытом, состоялось в столице Республики Карелия – Петрозаводске. Это проект, который уже многие видели, то есть мы его используем и показываем на наших городских мероприятиях, на музейных. Это «Ночь музеев», «Ночь искусств», на мероприятиях туристических, это международные и всероссийские туристические выставки. И также нас коллеги из соседних городов Екатеринбург, Каменск-Уральский приглашают на свои мероприятия. Интерактивный музей дает возможность узнать об истории и культуре Нижнего Тагила, познакомившись с предметами традиционных промыслов. Кроме того, с помощью цифровых технологий позволяет виртуально освоить одну из ремесел. Проект, представленный в рамках сессии «Туристско-информационный центр нового формата», привлек большое внимание участников съезда. Всего на форум собрались 150 организаций из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Факты в лицах». Гость в студии – директор Центра развития туризма города Нижний Тагил Павел Балин. Не переключайтесь.